Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю организаторов Конгресса за возможность выступить на данной секции. Вашему вниманию представляются клинические случаи первичного множественного метахронного рака, бодочной кишки и желудка. Итак, пациентка 94-го года рождения, осенью 2011 года. У нее возникли жалобы на боли в брюшной полости. В течение года они усиливались. Также возникли жалобы на потерю в весе до 4 кг. И спустя год докторами по месту жительства ей был выставлен диагноз рак селезеночного изгиба, бодочной кишки. Была выполнена левосторонняя гимиколектомия. Гистологически подтверждена аденокарцинома. Выявлена мутация в гене Кейрас. Диагноз послеоперационной звучал как рак селезеночного изгиба, бодочной кишки, стадия Т4Н1М0. Была назначена стандартная одевантная терапия по схеме FALFOX. Проведено всего лишь 4 курса. И при контрольном обследовании был выявлен местный рецидив в области кишечного анастомоза. В связи с чем пациентке была назначена химиотерапия первой линии по схеме FALFOX. И при первом же контроле был выявлен вновь продолженный рост опухоли в области анастомоза. В связи с отсутствием эффекта от лечения пациентка была молодая. Было принято решение родственниками продолжить лечение в Израиле. И уже нашими зарубежными коллегами осенью 2013 года была выполнена стереодуктивная операция в области анастомоза. И проведена гипертермическая внутрибрюшная химиотерапия. Далее был назначен ригерофенип, но в связи с выраженной гастроэнцитинальной токсичностью в виде диареи третьей степени, витектомини ладона подошвенного синдрома третьей степени, в том числе терапия была приостановлена после трех курсов лечения. И вновь был выявлен местный рецидив. Далее была проведена лучевая терапия. И вновь было выявлено прогрессирование в области анастомоза. И в декабре 2014 года уже третья операция по поводу рецидива была выполнена хирургическое удаление. И дальше с июня 2015 года по декабрь 2020 года, то есть на протяжении пяти лет, пациентка получала аллогенную вакцину в рамках клинического исследования. И наблюдалась, и по данным контрольных обследований, без признаков прогрессирования заболевания. Однако в декабре 2020 года вновь ее стали беспокоить боли уже в обегастральной области. Возникла рвота только что съеденной пищей. Отмечала похудение на 4 килограмма. Статус соматический расценивался как ЭКОК-2. И пациентка обратилась на этом этапе к нам в медицинкологии. По гастроскопии было диагностировано тотальное поражение желудка с формированием стеноза на уровне выходного отдела. Была выполнена биопсия. Подтверждена аденокарцинома G3 с участком перстневидно-клеточного рака. Амплификации HER2 выявлено не было. По данным УЗИ определялась жидкость брюшной полости и в малом тазу. Была выполнена пункция заднего свода влагалища. И цитологически были получены клетки перстневидно-клеточного рака. По ПЭД был выявлен очаг до 2 см с накоплением радиофармпрепарата СУФ 7,5. Таким образом, пациентке был выставлен диагноз рак тела желудка Т4Н0М1 за счет асцита. Хочу обратить внимание, что на момент установки этого диагноза пациентке было всего лишь 26 лет. К сожалению, у нас отсутствовали какие-либо данные из медицинской документации по поводу проведенных молекулярно-генетических исследований. Но с учетом такого выраженного семейного анамнеза предшествующего лечения, пациентке было выполнено исследование молекулярно-генетическое в частной лаборатории в Москве. Методом секвенирования была выявлена мутация в гене MLH1. Таким образом, синдром Линча был подтвержден. Мы знаем, что метастатический рак желудка стандартным лечением является применение как трехкомпонентных режимов у сохранных пациентов, так и, возможно, проведение двухкомпонентных режимов у пациентов с статусом ЭКОК 2 балла и выше. Однако, с учетом того, что пациентка молодая приехала к нам с низким функциональным статусом, у нее был подтвержден синдром Линча. С учетом предшествующего лечения по поводу рака ободочной кишки, нами было принято решение попыткой иммунотерапии. Что мы знаем вообще о применении иммунотерапии у пациентов с опухолями с MSI-HI? У нас есть данные подгруппового анализа исследования Checkmate 649, которые были доложены осенью этого года на Конгрессе. Как применение неволумаба, так и комбинированного режима неволумаб плюс эпилемумаб ассоциированы с длительной медианой общей выживаемости. Обратите внимание, при комбинированном режиме она не была достигнута. Такие же данные у нас есть по применению пембролизумаба в лечении рака желудка с MSI-HI. Таким образом, с января по март было проведено три курса иммунотерапии по схеме неволумаб плюс эпилемумаб. По данным контрольных обследований была выявлена стабилизация заболевания и клинически пациентка отмечала улучшение функционального статуса и снижение степени дисфагии. То есть она начала принимать полужидкую пищу. К сожалению, у нас не хватало опухолевого материала для того, чтобы провести изначальное молекулярно-генетическое исследование на момент начала лечения. Поэтому были попытки проведения биопсии уже во время лечения и как раз к первой оценке эффекта мы получили заключение о том, что микростеридной нестабильности по данным ПЦР не было выявлено и по ЭКХ-исследованию потери экспрессии вилков ДММР тоже не было выявлено. Однако мы помним, что у пациентки выявлена герминальная мутация в гене МЛХ1 и действительно такие данные есть. Вот была проведена крупная работа. В 2018 году были проанализированы 14 тысяч образцов с опухолями с микростеридно-стабильным фенотипом. И в 36% случаев у пациентов с синдромом Линча действительно такие опухоли могут выявляться, ну, за исключением колоректального рака и рака эндометрия. Так что, в принципе, это имеет место быть. Последний курс иммунотерапии был проведен 8 апреля 2021 года. При контрольном обследовании было выявлено прогрессирование заболевания в виде увеличения асцита, появление метастатического поражения плевры слева и метастаз в левом яичнике. И клинически пациентка отмечала нарастание дисфагии. И в связи с тем, что было необходимо быстро купировать явление дисфагии с возможной установкой стенда, пациентка приняла решение обратиться в частные клиники города Москвы. И в августе 2021 года пациентка умерла от прогрессирования заболевания. Благодарю за внимание. Продолжение следует...